Приветствую, дорогие! Сегодня мы поговорим о ровной геометрии и что будет тогда, если человек будет придерживаться правильных геометрических канонов. Что произойдет в его жизни, если он будет вести себя ровным образом? Я ввела такой термин как ровность, как геометрия духа, геометрия сознания, потому что со временем ко мне пришли определенные знания, благодаря которым я четко поняла, что никакой кармы не существует, есть определенная ровность сознания. И это уже и обеспечивает определенный успех, определенное понимание чувства себя и, собственно говоря, все остальные девайсы, которые открываются со временем у человека, именно благостные девайсы имеются в виду, что называется белая полоса в жизни, удача, успех, да, как бы это быть везунчиком и прочее, прочее, прочее. Это все зависит от ровности геометрии духа. Но не спешите думать, что на самом деле это очень просто и что, например, люди, которые ведут такой образ жизни, чтобы быть удобными для всех, что им вообще подвластно, да, выровнять свою геометрию духа. Я сразу же скажу, что у меня есть специальный курс, то есть я этому обучаю на своих курсах, и это не так уж и просто, потому что у меня нет какой-то такой, знаете, обширной программы для всех. То есть у меня нет записанных практик, которые я просто высылаю и проверяю задания. Я узнаю каждого человека, и к каждому из них я даю определенные практики, которые помогут лично им. То есть это такая достаточно ювелирная работа. Так вот, я хотела сказать, что на самом деле вот нет такого понятия, как карман, что нам говорят, вот то, что ты отдал, то ты и получишь. На самом деле геометрия духа, она совершенно по-другому работает. Например, человек, он сделал что-то плохое, но он искренне верит в то, что он сделал правильно. Хотя со стороны понятно, что это неправильно, но он вот верит в то, что он сделал правильно. И ничего у него по карме не случится плохого, потому что он не поверил. Вы понимаете, всё работает по законам квантовой механики. И если наблюдатель создаёт наблюдаемое ровное для себя, и он уверен, что он всё сделал правильно, его ничего не шандарахнет, грубо говоря. Вот многие говорят, отдавайте хорошее, и вы получите хорошее. Или не делайте плохого, и не получите плохого. Но давайте посмотрим со стороны, это не работает правило. Очень много людей стараются делать хорошее, или они думают, что они делают хорошее. Собственно говоря, действительно, они помогают, собирают больным детям или людям деньги, жертвуют какие-то вещи в детские дома и так далее. То есть объективно они что-то делают, как им кажется, хорошее. Но при этом они болеют, у них постоянно какие-то убытки. Очень много знаменитостей, которые занимаются благотворительностью, они постоянно чем-то болеют. То у них рак, то у них ещё какие-то наркотики, кто-то вообще умер. То есть у них объективно идёт череда проблем. То есть это не работает, если вы считаете, что вот вы кому-то помогаете. В то же время, когда вы начинаете абстрагироваться от людей и считать, что их проблемы – это их проблемы, ваши проблемы – это ваши проблемы, и, собственно говоря, вы идёте по индивидуалистическому пути развития, то тогда я вам скажу так. Полностью меняется ваша геометрия духа, она становится ровной. Честно говоря, я бы, может быть, даже зачитала вам кодекс игрока. Наверное, так я и сделаю, потому что это действительно помогает очень хорошо выровнять геометрию духа. Но расскажу вам вначале предысторию. Достаточно-таки часто в юношеском возрасте мне говорили, что я очень категоричная, я очень непримиримая, я прям такая вот, знаете, вся неудобная для людей, вот такая, знаете, я контрастная, вот нет во мне какой-то мудрости, гибкости, не могу я вот приспособиться, пойти на какие-то компромиссы. Вот слишком категоричная. И знаете, со временем, как говорится, вода и камень точат. И со временем вот мне это говорили, 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 у меня, видимо, в уме это уже отложилось как настройка, что я какая-то не такая, что мне вот нужно быть помягче, принимать в себя вот этот весь негатив, перерабатывать его, вот так медленно, но верно, я падала. И если мне раньше говорили, вот в тебе много юношеского максимализма, и это со временем уйдёт. На самом деле юношеский максимализм – это именно та самая вибрация сути, та самая вибрация жизни, которая помогает нам быть именно собой, именно собой, и не подгибаться ни под кого, не подстраиваться, и фундамент свой не рушить для того, чтобы люди вас понимали. Понимаете, и вот когда этот юношеский максимализм проходит, значит, человек сломался. Всё, система его уже подбила под себя. Поэтому очень важно, чтобы вы, скажем так, если хотите выровнять геометрию своего духа, чтобы вам везло, да, чтобы у вас всё получалось, чтобы перед вами была словно расстелена красная ковровая дорожка, чтобы вы по жизни шли победителем, то это нужно возвращать в себя. И вы знаете, это такой достаточно болезненный процесс, не для самого себя, а для самого себя-то как раз приятный, а болезненный для окружающих, потому что вы перестаёте быть ими удобной. Вот вам звонили какие-то друзья, припадали вам на уши, да, а тут вы перестали их выслушивать там, или постоянно кто-то вас использовал, ваш ресурс, а тут вас взяли и прикрыли эту дверцу. Всё, это будут болезненные отношения, вас будут обвинять, вам будут говорить, что вы очень плохо изменились в худшую сторону, потому что вы останетесь один, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И это всё будет продолжаться. Ладно, я не буду слишком много говорить, давайте я прочитаю вам кодекс игрока. Я недавно его написала, так, у меня упала расчёска, но ничего страшного. Этот кодекс, он достаточно-таки, он разозлил многих людей, скажу вам сразу, когда я его написала, люди были в ярости. Ну, что я вам могу сказать, это мой личный опыт, я его сама составила, и для того, чтобы люди шли по этому пути, тот, кто хочет, да, идти по моему пути, по такому же пути, как я, достигать примерно тех же результатов, но это те, кого вдохновляет такой путь, я составила для вас определённый кодекс, и сейчас я вам его прочитаю. Так, я записала его ВКонтакте и в Инстаграме, пишите плюсики, если вы хотите, чтобы я его выложила здесь, в Ютубе, для того, чтобы, скажем так, вы могли его себе куда-то скопировать и просто пользоваться этим кодексом. Только аккуратнее, не попадайте со стульев, когда я вам его прочитаю, потому что, ну, это на самом деле достаточно-таки жёсткий кодекс. Но, поверьте, без жёсткости никакого у вас в жизни просветления, прозрения, никакого успеха у вас не будет. Где нет жёсткости, нет ничего. Итак, слушаем. Называется, в принципе, да, вот это, скажем так, моя методология, идеология разумного индивидуализма. Это как бы лично моё направление. И сейчас я прочитаю вам кодекс игрока. Первое. Вы – это единственная ценность. Второе. Между любым другим и собой вы выбираете себя. Третье. Ваше слово и ваша воля – это закон. Четвёртое. Никто не имеет права критиковать вас и указывать вам. Пятое. Если кто-то посмел навязать вам свою волю или критиковать вас, то он тут же идёт вон из вашей реальности. Шестое. Никто не имеет права давать вам непрошенных советов. За это вы жёстко осаждаете выскочку моментально, словно сильной, горячей, пощёчиной. Указывайте место бедолаге. Седьмое. Последнее слово всегда за вами. Даже если вы советуетесь с кем-то по собственной воле, вы принимаете своё решение на основе личного опыта, а не чужого. Восьмое. Вы никогда и ни при каких обстоятельствах не ставите никого превыше себя, иначе вы не игрок, а жалкая пешка. Девятое. Вы учитесь только у тех, кто гораздо выше вас. Вы прислушиваетесь только к тем, кто добился того, к чему стремитесь вы. Десятое. Если в вашей реальности остались люди, которые пытаются переделать вас под себя, обесценивать вас, вы имедленно расторгаете с ними всякие отношения, потому что они подавляют ваш рост. Игрок не может ни перед кем присмыкаться. Если вы дороги этим людям, пусть подстраиваются под вас. Так, дальше. Двенадцатое. Абсолютно недопустимо иметь дружеские, любовные или товарищеские отношения с людьми, которые ниже вас по касте. Общение с низкокастовыми возможно только посредством бизнеса или других рабочих контактов. Тринадцатое. Игрок избавляется от сентиментальности и сострадания путем ментальной работы. Эти качества свойственны марионеткам, которые никогда не достигают успеха. Четырнадцатое. Жесткость, принципиальность, умение стоять на своем, ориентированность только на свой интерес, соблюдение иерархии, дисциплина, благородство, честь, достоинство, порядочность, самоценность, доблесть, твердая воля, самоуважение, нравственность, высокие принципы и идеалы, космополитизм, основные фундаментальные качества индивидуалистического квантового игрока матрицы. Пятнадцатое. Душевное состояние игрока это самое главное, поэтому если в вашей реальности появляются люди, которые начинают вас раздражать, вы немедленно должны избавиться от них. Понимаете? Это на самом деле очень-очень важно. Не давайте себя обесценивать, как я уже это говорила неоднократно. Так, смотрим, немножко потеряла. Так, использовать любые аргументы для того, чтобы каким-то образом вы избавились от этих людей и лишенные всякого любопытства на тему, чтобы понять, почему эти люди вызывают у вас раздражение, и копаться в их грязи. Вы просто выметаете их из своей реальности сию же секунду. Шестнадцатое. Игрок не копит старые вещи, он не экономит на себе, живет на широкую ногу, благодаря чему его поток изобилия всегда открыт. Он балует себя, но не расточительствует при этом, соблюдая золотой канон разумного баланса. Так, дальше. Игрок очень эгоистичен. Именно поэтому он ведет здоровый образ жизни. Не курит, не пьет, не ест мясо, рыбу, яйца, молочку, не занимается сексом, анализмом, поскольку все это способствует раннему увяданию, старости и болезням. Восемнадцатое. Для общения игрок предпочитает исключительно таких же, как и он сам, с максимально похожим мировоззрением. Людям, у которых есть какие-либо разногласия с ними, рядом делать нечего. Вот знаете, в матрице есть одна, точнее, даже не в матрице, а в системе, одна очень кривая истина, что вот чем у людей больше разногласий, тем лучше, что таким образом в споре рождается истина. На самом деле нет. Я открою вам тайну. Таким образом, определенные существа, живущие в нашем теле, собирают энергию по типу гаваха. То есть, они вас сталкивают лбами, вы страдаете, спорите, отдаете им свою энергию. Постоянно вы в каком-то конфликте, вы постоянно пытаетесь что-то доказать, кого-то переубедить. Зачем? Для чего? Если человек тупой, простите, вы хоть об стенку голову разбейте, хоть расшибитесь полностью до мозгов, ничего не докажете. С идиотами спорить, значит, самому быть идиотом. Поэтому нужно искать максимально похожих на себя людей и общаться только с ними. Те люди, которые не разделяют ваши ценности, вам не друзья. С ними вы развиваться не будете, с ними вы будете отдавать свою энергию и стареть. Так, дальше. Девятнадцатое. Игрок никогда ни при каких условиях не идет на уступки, не сглаживает никаких конфликтов, поскольку он принципиален и знает, куда идет и чего хочет. Игрок никогда не позволяет себе прогибаться под изменчивый мир. Как поется в известной песне, пусть мир прогнется под нас. двадцать. Игрок никогда не сочувствует и не сострадает людям, у которых проблемы, поскольку это их личный, индивидуальный путь, и каждый должен решать свои проблемы самостоятельно. Понимаете? Исключения могут быть лишь тогда, когда действительно близкому человеку, который неоднократно вас выручал, может потребоваться ваша объективная помощь, а не иначе. То есть просто поныть, когда человек нам звонит, и вы ему предлагаете пути решения, а он такой, да ладно, брось, и продолжает ныть. Это не помощь, это слив энергии. Помощь всегда конструктивная, да? Вам когда-то кто-то помог, вы пошли, конструктивно помогли, а не слушаете месяцами чей-то бред. Это не помощь, это просто использование вас, вашего ресурса. Умейте это отличить. Так, дальше. Двадцать первое. У игрока невероятным образом развито чувство собственного достоинства, чести и высокомерия. Поэтому, если какая-то выскочка позволила себе высказаться в ваш адрес в достаточной степени неуважительно, игрок полностью прекращает всякий контакт моментально, без объяснения причины. Конечно, меня сразу же спросили люди, а если это касается работы? Ну, смотрите, здесь уже решать вам бизнес есть бизнес. В бизнесе иногда можно и приспособиться ради выгоды, ради денег. Понимаете? И смотря еще какие это деньги, смотря еще какой это интерес. Иногда этот интерес бывает связан и с другими темами, которые вам выгодны, да, не по деньгам даже. То тогда можно, да, сделать какое-то послабление, потому что вы знаете, что вы получите то, что вам надо. Но если это касается дружбы или приятельских отношений, вы метайте этот мусор даже не думая. Вам это не нужно, нечего их терпеть. Вот серьезно. Если вам это невыгодно, настолько невыгодно, чтобы ломать свою геометрию вроде этого, вы метайте их просто из своей реальности. Так, дальше. 22. Игрок заботится о ровности своей геометрии, поэтому если какая-то пешка решила его проигнорировать и повела себя с ним высокомерно, игрок моментально вычеркивает этого человека из своей жизни и никогда не навязывается. Допустим, вы написали, а вам не ответили, но прочитали ваше сообщение, вы можете сразу же забанить этого человека. Игрок никогда не пресмыкается и не унижается перед теми, кто их игнорирует. Вот это очень частая ошибка, особенно среди женского пола. Ну и среди мужского тоже бывает, но у меня ученицы все-таки больше женского пола и часто я такое вижу, что девушка сама пишет, звонит, вечно проявляет какую-то инициативу, а парню по боку он просто собирает вот эту энергию переживаний, постоянно вот она думает, а почему мне не отвечать, или он ей соизволил написать два слова, ой, он мне ответил, сливает, сливает всю энергию ему, и он живет на вашей энергии, разрабатывает денежки, других девушек этой энергией кормит, ну то есть он просто живет на вашем энергетическом ресурсе, если вас игнорит какой-то человек, будь то по дружбе, или только вы познакомились, да, вам что-то надо, или же вам понравился человек чисто романтический, и он так себя ведет, это не стоит того, не стоит ломать свою геометрию, и перед ним расстилаться, как коврик, от вас просто вытрут ноги, и все, таких людей нужно выметать из своей реальности сразу же. Так, дальше, двадцать третье, игрок считает себя самой главной деталью в матрице, поэтому все должны плясать вокруг него, а если этого не происходит, вам нужно сменить окружение. Поверьте, куча людей мечтают плясать вокруг вас, но вы должны быть этому, скажем так, соответствовать, вы должны быть этого достойны. большинство людей любят быть, скажем так, на вторых ролях, им это нравится, им это в кайф, а если вам нравится быть на первой роли, почему нет, почему нет, людей очень много, можно себе обеспечить прекрасные условия, вот и все, поэтому, если вокруг вас люди вас не ценят, бросьте их, выметите, людей очень много, вы сможете найти себе подходящих, поверьте, я вам говорю, я сама этого неоднократно делала, сейчас я просто кайфую от своей реальности, вот что значит жизнь удалась. Так, дальше, 24, игрок окружает себя всем самым лучшим, предметы искусства, роскоши, верные и преданные соратники, вы можете это сделать, не держитесь, еще раз говорю, 25, игрок думает вначале о себе, а потом о других, если они заслужили, но те, кто заслужил, будут благодарны игроку, они будут его боготворить, потому что не существует более серьезных и надежных людей, на которых всегда можно положиться, игрок игрок это самый верный игрок, самый верный соратник, самый верный защитник, игрок просто порвет за вас любого, если вы уже соединили, скажем так, свои жизни с игроком, да, и вы уже в дружеских или приятельских отношениях, будьте уверены, игрок за вас просто порвет сто процентов, я сама игрок, и пусть только кто-то попробует протянуть свои руки или открыть свой рот на моих друзей, я уничтожу, просто я буду рвать, как за себя, поэтому иметь в друзьях игрока это вам большой бонус, это большой плюс. Так, дальше, и последнее, двадцать шестое, верность игрока своим принципам это самое главное для игрока, никаких уступок быть не может, игнорирование своих принципов и жертвенность подстройка под чужой интерес не свойственны, это основные правила, по которым я живу, причем я их нигде не вычитала, то есть это не пришло ко мне как-то случайно, спонтанно, или кто-то подсказал, нашептал, эти правила, которые действительно помогают мне жить и жить хорошо. Это правило, я вам скажу так, они меня сопровождали практически во всех моих реальностях, в которых я играла. Кто не знает, наша планета это площадка игрового типа, по типу сериала мир дикого запада, сюда приходят играть аватары, операторы, различные люди из параллельных измерений, у которых хватает девайсов, ресурсов для того, чтобы оплатить эту игру, потому что она дорогая. Но в основном здесь скажем так, нас окружают боты, боты это роботы, это люди, у которых нет внутри души, нет никаких настроек, нет чакровой системы, нет ауры. Это, судя по всему, мясо, внутри у них живет сетевая структура, я ее называю Оно, и она влияет на игроков и на богов, потому что в них тоже живет Оно, и то есть это Оно, оно как бы переговаривается, как узнать вообще вот этот язык, оно, мы не раз уже обсуждали с моими учениками, очень просто, если у кого-то бурчит в животе, у другого начинает бурчать тоже, если кто-то кашлянул, другие, как подсыпной, начинают кашлять, то есть Оно общается через вот такой телесный язык, или если кто-то начал чихать, другой человек может начать чихать, и тем самым вы общаетесь, так вас порабощают вот эти существа, живущие в нас и живущие в этих роботах, ботах, только в нас есть дух, и мы хотим избавиться от Оно, избавиться от ботов, мы хотим достигать высот, а боты хотят только набивать свой желудок, совокупляться, спорить с кем-то, ругаться, ненавидеть, агрессировать, злиться, ну то есть такие, знаете, очень банальные, стандартные шаблонные реакции, как у животных, вот, поэтому вот эти правила, они больше заточены на то, как себя вести с этими животными, потому что у животных всегда лишь только одна цель, вас скушать, энергетически, физически, подпитаться на вашем ресурсе, иметь возможность к вам приближаться, чтобы вы давали им деньги, советы, выслушивали их, просто с ними общались, некоторые люди еще по началу моей реинкарнации, когда я была немножко глупее, общались со мной просто так, не то, что даже, ну, конечно им было выгодно, во-первых, я всегда за своих подруг платила в ресторане, естественно, вот представьте себе, для того, чтобы сходить в ресторан каждый день, им приходилось бы, ну, каким-то образом расплачиваться с мужчинами, своих денег у них не было, так они пошли со мной, да, ничего делать не надо, я за них заплатила, то есть, ну, я думаю, многим знакомы такие подружки, ну, на тот момент я была не жадная, думаю, ну, что здесь такого, если есть, нужно делиться, то есть, это люди, которые сидят на вашем ресурсе, некоторые люди просто, там, они говорили, я буду работать бесплатно, работать твоим фотографом, можно приехать, можно сделать какую-то работу, они это делают, потому что они потом хвастаются, показывают с вами фотографии другим людям, вот я знаю такое, это, знаете, это поднимает им статус, эти люди сами по себе, они очень заразные, они, когда говорят, у них сорта вылетают микроскопические частички, а оно, оно очень заразное, и оно, как бы на вас налипает, постепенно проходит ваше тело, и у вас уже одни и те же с ними лярвы, лярва имеет физические тела, в нашем теле, это и есть оно, это микробиоты, ну, я вам уже многих видео рассказывала об этом, в своей тайной группе, в своем клубе, я больше об этом говорю, потому что эта информация не для свободных ушей, скажем так, это тайная информация, секретная информация, я не имею права ее выдавать, поэтому смотрите, очень важно, если вы хотите выровнять геометрию своего духа, и вы хотите сделать это самостоятельно, пробуйте жить по этим канонам, вы увидите, что ваша жизнь за полгода следования вот этим правилам изменится до такой степени, в лучшую сторону, вы, наверное, будете до конца своих дней меня благодарить, я буду, конечно, рада читать ваши отзывы, и так многие из вас мне пишут, мне совершенно не жалко делиться такими знаниями, потому что эти знания сделали меня абсолютно счастливым человеком, я каждый день просыпаюсь и засыпаю с блаженной улыбкой на устах, и думаю о том, что моя жизнь удалась, потому что я сумела сбросить с себя всех паразитов, вот эту систему постоянную, где вы должны чувствовать, вы должны чувствовать страдания из-за того, что кто-то несчастен, нет, дорогие, мы не должны чувствовать страдания из-за того, что кто-то несчастен, каждый кузнец своего счастья самостоятельно, вы должны чувствовать счастье просто от того, что вы делаете, и вы делаете это для себя, каждый из нас пришел для того, чтобы жить для себя, и когда мы сделали что-то хорошее для себя, мы просто своим примером вдохновляем других, вот эти все россказни про то, что мы должны постоянно делать что-то хорошее для других, это просто самоубийство, это просто самоуничтожение, вы должны это понять, если вам надоело быть неудачником, если вам надоело, что у вас постоянно нет денег, вы сводите концы с концами, вас обесценивают ваши родственники, мужья, друзья, подруги, вот вам просто это надоело, вы хотите почувствовать себя нормальным, достойным человеком, следуйте этим правилам, я их прикреплю, наверное, в комментариях, просто следуйте этим правилам, не задавайте лишних вопросов, следуйте этим правилам, через полгода напишите мне и скажете, как ваша жизнь изменилась, вот такие интересные правила для выравнивания геометрии через кодекс игрока.